Тема этого видео не лактазная недостаточность, нет. Я хочу прояснить вопросы о молоке и его производных сливок, творога, сыра, кефира, йогурта и других, а также о его воздействии на вес. Существует ли идеальный продукт из молока? Стоит ли бояться его жирности? Можно ли без молока не потерять здоровье? Привет, я Светлана Никичук, нутрициолог со стажем в 11 лет. Скажу, что продуктов, которые можно было бы есть и худеть, не существует. А как было бы здорово. Согласитесь, ешь, ешь и уже не можешь есть. А утром встал на весы, а там минус. Ну, мечта же. Но, к сожалению, пока такой эффект дает только расстройство пищевого поведения, когда два пальца в рот. Желудок обманут, голода нет, как, собственно, и калории, угрожающих лишними килограммами. И когда говорят о похудении, то самый спорный и обсуждаемый продукт – это молоко и молочные продукты. Можно ли их при похудении? Или лучше исключить совсем? Творог все-таки лучше обезжиренный или жирный? Можно ли кефир на ночь? Молоко – это углеводный продукт, но содержит еще белки и жиры, а также гормоны и витамины. Белки молока содержат до 20 аминокислот, в том числе незаменимых, поэтому говорить о его важности в рационе не приходится. Молоко – это продукт, который вырабатывает организм для вскармливания и закрытия всех потребностей детенышей животного, млекопитающего или ребенка-человека. Молочные продукты важны в рационе, когда организм активно растет до 24 лет, но после потребления именно молока спорное. Молоко содержит много лактозы. Лактоза – это молочный сахар. Именно поэтому многим так нравится его сладковато-сливочный вкус. Но именно поэтому его и боятся как огня при снижении веса и возможности развития сахарного диабета. Кстати, исследования не подтвердили зависимость потребления молока и возникновения сахарного диабета. Люди боятся и не понимают, как важна лактоза для образования коэнзимов и нормальной работы нервной системы. Что молоко и молочные продукты – это источник кальция. Но кальций просто так не попадает в кости, зубы, сердечно-сосудистую и нервную систему. Ему нужны помощники. Витамин D, К2, определенные пропорции фосфора и магния. Источником кальция также могут быть и немолочные продукты. Рыба, морепродукты, вся капуста, орехи, бобовы и прочее – это важно, если вы не едите молочку совсем. Творог укрепляет иммунитет, так как содержит много полезных бактерий. Большинство недооценивают творог, а он легко усваивается даже при непереносимости лактозы. В нем много белка, что важно для мышц и мало жира, важно для худеющих. И супер важно, что благодаря аминокислоте метионину творог плавит жир, а следовательно помогает худеть. Бежим на рынок за свежим и жирненьким творогом. Но не увлекайтесь, перебор с творогом опасен проблемами со стулом. Кроме того, большое количество белка влияет на скорость старения. Чувство меры – золотое правило при снижении и удержании веса. Поэтому не более 200 грамм в сутки для женщин и 250 для мужчин свежего продукта. Любой обезжиренный продукт подвергается обработке. В случае с молочными продуктами это ломает их ценность. Например, кальция усваивается на 40% меньше, жира очень мало, а значит витамина Д крайне недостаточно, чтобы помогать кальцию достичь костей и зубов. Витамина А и Е нет. Для чего вообще есть такой молочный продукт? К тому же еще и сухой и невкусный. Сейчас прям слышу, как кто-то говорит, неправда, я ем и мне нравится. Тогда знайте, чтобы он был таким, в него добавляют крахмал для консистенции и объема. А для вкуса стабилизаторы и подсластители. Настоящий обезжиренный творог очень сухой и невкусный. По поводу творожков, сырков, творожной массы – это продукты, не имеющие ничего общего с творогом и цельными продуктами, которые я рекомендую для здоровья и снижения веса. Сахар в молоке и молочных продуктах содержится совершенно разное количество. Например, в сладком йогурте, который вы наверняка покупаете себе или детям, неважно, питьевом или густом, внимание, 7,5 чайных ложек сахара. При этом объем 250-290 грамм. На 2 ложки больше содержит только баночка 0,33 мл сладкой газировки. Сомнительная полезность и продукт, который однозначно не советую. Поэтому, если говорить о йогурте, то только натуральный, без добавок. А если о кефире, то не на ночь, для похудения. Сливки из-под коровы 35% жирности, но содержат 3 грамма сахара на 100 грамм, а 10% – 4. Но в отличие от нежирных сливок, в 35% много микроэлементов и витаминов. Ценность сливок еще в том, что кальций в них легко усваиваемый, а количество фосфора оптимальное, чтобы не блокировать усвоение кальция в тонком кишечнике. Так что капучино не только вкусно, но и полезно. Рекомендую. Подтверждено многочисленными исследованиями. Сливки делают напиток полезнее и снижают негативное воздействие кофе, но повышают калорийность. Но его можно легко вписать в ваше питание. Одна чашка молотого в первой половине дня – небольшое удовольствие, которое вы можете позволить себе даже на кето-диете. Я рекомендую, чтобы завтрак был белково-жировым, поэтому выберите, что нравится вам – молоко, сливки, творог или сыр. Кстати, что касается сыра. С точки зрения боязни лактозы, молочного сахара – это самый безопасный продукт. Все дело в том, что в процессе ферментации бактериям нужно чем-то питаться, а они едят лактозу. Кроме того, когда сыр готовится, то отделяется сыворотка, в которой тоже много молочного сахара. Поэтому творожный сыр, моцарелла, твердые сорта содержат минимальное количество сахара. Не рекомендую плавленый сыр. В нем сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. И молочная сыворотка, а вы теперь знаете, что в ней много лактозы. Следите за весом, тогда мажьте хлеб творожно-сливочным сыром и трите пармезан. И то, и другое, кстати, очень вкусно. Почему-то принято считать, что обезжиренные молочные продукты менее калорийны и полезны, но это заблуждение. Гораздо сильнее по воздействию на организм гормоны, попавшие в продукт от животного. Они не разрушаются и не исчезают, в отличие от жиров и молочного сахара. Если вы снижаете вес и запрещаете себе молочные продукты, то вот исследование, в котором доказано на двух группах, как молочные продукты способствовали поддержанию и снижению веса. Кроме того, обезжиривание своего питания с большей вероятностью приведет к сильной тяге на углеводную и жирную еду. Гамбургеры, суши, пицца, пирожные, торты и всякого рода продуктов, приготовленных во фритюре. А желание, как бы сильно вы его не сдерживали, приводит к срывам, увеличению веса и возвращению к тому, с чего начали. Я знаю, как сложно начинать все сначала. Поэтому, имея выбор жирности молочного продукта, не задумываясь, берите более натуральный жирный продукт. Это обезопасит вас от вмешательств в него человека. А что хочет человек? Фермер, бизнесмен? Правильно, увеличение объема продукта и снижение его себестоимости. Поэтому, вот, подумайте. Другой вопрос, это снижение холестерина в крови, снижение процента жирности в молочных продуктах. Люди сдают кровь после того, как перешли на обезжиренные продукты и радуются, общий холестерин снизился. И действительно, это здорово, если бы не одно «но». Либо протеиды высокой плотности, хороший холестерин, который перерабатывает и выводит жир из организма, снижается тоже. И это уже совсем не радостно. В этот момент нам начинают хотеться запрещенки. Жареные картошечки вечером, любимых печеньев с чаем и тому подобное. Сдерживать себя долго невозможно. На таком питании повышаются триглицериды, которые способствуют накоплению и росту холестериновых бляшек. Вы скажете, а как же быть, если я совсем не ем молочку ни в каком виде? Тогда у вас есть здоровый вариант питаться животными и растительными жирами высокой плотности из других продуктов. Это жирная рыба лососевых пород не менее двух раз в неделю, красная икра, курица, телятина, грецкие орехи и миндаль, семена льна, авокадо, оливковое масло, холодного отжима. К такому питанию нужно намного больше внимания и затрат, чем когда питаетесь молочными продуктами средней и высокой жирности. Но если вы заботитесь о здоровье и молочку на дух не переносите, тогда у вас нет другого выхода быть здоровым. Большинство зарегистрированных исследований показали, что молочные продукты существенно не влияют на жировой компонент нашего тела, хотя относятся к жирным продуктам. До сих пор не была доказана взаимосвязь между употреблением в пищу молока, молочных продуктов и накоплением жира в теле. Есть молочку или нет, это личный выбор каждого. И особенность здоровья. Я советую не обезжиривать питание, даже когда следите за весом. Ну а если молочка и вы несовместимы, тогда обязательно скорректируйте свой рацион с поправкой на жиры, кальций и пребиотики. На самом деле звучит сложнее, чем выполнить. Заполняйте предварительную анкету, чтобы попасть на 6-недельный курс. Какие задачи он решит? Мы вместе скорректируем питание и разберемся в продуктах, которые вы предпочитаете. Вас больше не будет мучить вопрос, что приготовить. То, как вы научитесь питаться, применимо и после курса. Задавайте вопросы и ставьте лайк этому видео прямо сейчас. Пока-пока, до встречи!